Хочу начать с вопроса, которому сегодня, конечно, главная тема дня. Это страшное событие в Венеции, обстрел мирного города, который находится в нескольких сотнях километров от линии фронта, где меньше всего ждешь прилет ракеты. Как вы оцениваете это событие? Что это было? Почему? Пропаганда говорит, что убивали, уничтожали нациков, как они говорят, и военные объекты, в реальности мы видим офисный центр. Что это было на ваш взгляд? И почему сейчас? Почему именно туда? Ну, смотрите, мы вот, по-моему, и у вас в эфире обсуждали раз за разом, они убивают мирных граждан, и это вызывает и шок, и скандал, и так далее. Но это продолжается, понимаете? Отсюда вывод, что они сознательно это делают. Даже те, кто не верит, сознание чего не пускает, не допускает такого, что Кремль сознательно убивает детей и женщин. Ну, погодите, после первого раза можно было остановиться. Ну, хорошо, после второго раза можно было тормознуться. Третьего раза. А это уже какой по счету? Поэтому, нет, я думаю, это сознательная политика. Они кошмарят украинцев для того, чтобы они потребовали от собственной власти того, чтобы та пошла на переговоры. Я думаю, это очень такая вполне себе долгоиграющая тактика. Они и дальше ее будут. Вот мы сейчас обсуждаем Венецу, до этого обсуждали Кременчуг, обсуждали Одессу. Ну, завтра будем обсуждать Киев или, не знаю, Львов или Харьков. Какой еще угодно город? Но это в этой последовательности определенная тактика. Она выражается в том, что победить военным путем капитулировать, заставить капитулировать Киев у Москвы сил нет. Это уже очевидно. Не важно почему. Потому что западное вооружение помогает Киеву, моральный дух, политическая элита, ее твердость. Это уже второй вопрос. Значит, они используют то, что в их руках остается доступным. Это обстрелы ракетные, которые должны в конечном итоге заставить Украину пойти на попятную, пойти на эти переговоры, прекращение огня. Ну и все вытекающее, то, о чем Москва не раз заявляла и требовала от Киева. Марк, у нас сейчас был Руслан Левиев, хорошо нам знакомый, пару минутами ранее. Он сказал, по его версии, по оценке конфликта интернеджент стима, все то, что случилось в Виннице, это такая месть Шойгу и его окружения за высокопоставленных генералов и полковников, которые там сейчас погибают, очень высокопоставленные, очень приближенные к руководствам Минобороны. На ваш взгляд, эта теория имеет право на жизнь? То есть они мстят таким образом? Или же это, как мы говорим, теракт для того, чтобы посеять хаос в городах Украины и всех напугать, вызвать какое-то недоверие к власти, к армии, собственно, которую они могут защитить? Не, ну и это тоже, конечно, потому что, но ведь вы же понимаете, Руслан, что это как, ты меня, я тебя, ты меня, и на войне так оно и происходит. Эта обоюдность, она возникает с неизбежностью. А сейчас Киев ответит. Киев-то ответит, безусловно. Так на войне и происходит. Я бывал на войне, я видел, как это происходит. А, Васю убили, ну мы тогда Петю убьем. То есть это будет происходить, это неизбежно. Остается в таких случаях всегда вопрос, а кто первый начал? А вообще, кто, куда, к кому пришел? Понимаете, эти генералы не погибли где-то в Подмосковье на Рублевке, там на Пянке. Они погибли почему-то на территории суверенного государства, где находились, опять же, ни на охоте, ни на выпивке, ни на оргии. Они находились там для того, чтобы захватить это государство. А что они ждали? Конечно, военные, генералы, они должны погибать. А зачем ты пошел служить, собственно говоря? Ну не служил бы, работал бы садовником. Поэтому, понимаете, а эти в отместку убивают маленькую девочку, говорят, четырех лет, да, вот я посмотрел, там не разберешь. И маму ее. Вот то ли она в больнице, в каком состоянии, непонятно. Это что, генералы на весах вместе с девочкой четырехлетней? Ну интересно, конечно. Нет, я не исключаю, что это действительно акт мести, но, повторяю, разобраться в этих мотивах сложно. Потому что, повторяю, завтра произойдет снова и снова то же самое. Но вот то, что эта тактика была еще до гибели генералов и применялась последовательно. Помните, Одесская область, где жилой дом попал, там 19 человек. Сегодня вот Винница, до этого Кременчук. Ряд других мест мы все не можем уже перечислить. В какой из них они стреляли за этих генералов или за предыдущих? Понимаете? Не разберешь. А вот тактика, она просвеживается. В ней есть последовательность. Ее можно разобрать на составляющие. И вот как раз нежелание вообще никаким образом менять эту тактику свидетельствует о том, что первично все-таки есть то намерение, чтобы заставить, закошмарить украинский народ с тем, чтобы он, ну вот уже не вынося этого, потому что пошел на работу – убили. Пошел на пляж где-нибудь в Одессе – убили. Лег спать – убили. Чтобы он требовал от собственной власти, которая не в состоянии защитить, там эти нотки звучат, где на что и так далее, чтобы он требовал «давайте пойдем на мирные переговоры и уступим территории, суверенитет, еще что-то». Поэтому, мне кажется, первично именно это, а остальные побочные, производные мотивы, как месть за генералов или что-то подобное, ну, вполне допустимо. Почему нет? Вот вы так описываете поведение Путина, как описывают любого террориста в учебниках. Просто запугать людей, заставить их бояться, заставить их пойти на уступки и вести какие-то договоренности. Но что можно этому противопоставить? Что цивилизованный мир, мы с вами, Украина, кто угодно, все, кто возмущается по поводу происходящего, что можно противопоставить Путину? Чем можно заставить его перестать совершать буквально теракты и убивать мирных людей? Вы понимаете, террористам нельзя переделаться. Вы справедливо говорите, Георгий, о том, что он же своим поведением доказывает, в общем, ту же психологию, ту же преступность целей. Ну, а как с ними сражаются? Конечно, все страны по-разному, но самые эффективные, они с террористами просто расправляются. Просто я не знаю другого способа. Конечно, вот с Путиным это другой масштаб, это другая совершенно этаж этого всего, другой уровень. Тут просто так не получится, понимаете? Но, скажем так, в отместку ведь за теракты совершаются действия, которые, ну, в общем, болезненно сказываются на источниках терроризма, самих этих акторов терроризма, их организаторов и так далее. Я, кстати, не исключаю, что сейчас уже, если еще и мучения, какие-то вопросы были, там споры, дискуссии, а надо ли нам взорвать крымский мост, то теперь какие, в общем, сдерживающиеся будут мотивы? Ну, кроме символизма, Марк, какой смысл этом? Кроме символизма никакого другого тактики в том, чтобы уничтожить крымский мост, нет? Ну, во-первых, такое есть. Через крымский мост все-таки везут вооружение на поездах. То есть там не только автомобильные, но и железнодорожные сообщения, конечно. То есть через территорию Крыма заходит туда оружие. Безусловно, плюс оборона Крыма и безопасность его связаны значительно с этой артерией железнодорожной, автомобильной и так далее. Ну, это ладно. Вы правы в том, что символизма здесь больше. Ну, а что может сделать тогда киевская страна? Ударить по белгородским подъездам? Убить тоже в отместку граждан? Это будет тогда... Ну, пусть железки пострадают. Да, логично же, что разбить железки. Ну, слушайте, Путин тоже все железками прикрывает. Понятно. Я хотел еще спросить, Марк, мы сегодня увидели заявление, то, честно говоря, я не ожидал, пристально слежу за всей ситуацией, но вот что путинские марионетки в Запорожской области тоже начнут говорить. И сегодня прямо он говорит о том, что в начале сентября референдум точно проведут. Если про Херсонскую область, мы слышали от каких-то самозванцев, которые на самом деле никто, то тут прямо действительно лицо, которое российские власти называют своим ставленником в администрации Запорожской области, говорит о том, что в начале сентября референдум точно состоится, и работу они уже ведут. Вот мы с вами это уже обсуждали, и мы с вами как бы сошлись на том, что именно в тех краях это... Ну, как бы Луганск, Донецк, понятно, что Путин их уже не отдаст, не может, а вот там будут до последнего тянуть, потому что, ну, как бы опасно, и линия фронта близко. Но вот сейчас с этим заявлением расклад меняется, на ваш взгляд? Нет, приблизились мы к той ситуации, что Путин будет официально аннексировать территории на юге Украины? Нет, я как и раньше, любую программу пересмотрите, я всегда говорил, он точно будет аннексировать, и Запорожскую, и Херсовскую, и такие задачи, такая поставлена, это точно, абсолютно. Ну, полетят же ракеты, слишком близко к линии фронта. Согласен, согласен. Это создает опасность, это создает риски. Поэтому пока это звучит от Балицкого, а не от Путина самого. Заметили? Путин сам еще пока по поводу референдов ничего не сказал. То есть он пока осторожен. Кстати, посмотрим, что будет на заседании Госдумы. Нельзя исключать, что они тоже там, помимо вопросов правительства, я, кстати, как и раньше повторю, что я не считаю, что они объявят военное положение, мобилизацию. Об этом, если хотите, мы тоже поговорим. Почему? Здесь новые факты, которые свидетельствуют, что это Собянинский полк. Это как раз свидетельство того, что зачем мобилизацию, если скинули на регионы, давайте, давайте добровольцев собирайте, придурков всех пенсионеров и так далее. Бабки у вас есть, вы же воруете, ну вот давайте долю малую отсоедините, проплатите вот этим товарищам. Все равно еще неизвестно, дойдут ли они за денег. Вот. Это, кстати, свидетельство того, что они альтернативную мобилизацию проводят, они непосредственно, и на нее не закладываются пока. А что касается референдов, ну не исключено, что в Госдуме сделает вот 15-го часа какое-то заявление по этому поводу тоже нельзя исключать. Один из вариантов. Либо это будет перестанавливаться в правительстве, либо вот что-то связанное с референдами, либо и то, и другое. То есть как раз-таки нужно еще раз повторяю, услышать от первых лиц, от госорганов, о том, что они этот референдум как-то в общем одобряют. Пока заявления марионеток, которые там, коллаборантов, они решающим образом на ситуации не скажут. Они планируют начало сентября. Ну если начнется выступление, какой референдум? Куда? Поэтому намерения, заявления, они только подстегивают. Кстати, приближение наступательной операции в СОО для того, чтобы предотвратить любые вот эти юридические процедуры референдуму и тому подобное. Марк, вы упомянули про пятничное заседание Госдумы, что довольно большая редкость, когда они уже отпустили их на каникулу, а потом через пять дней прошло и недели, как они всех возвращают обратно в заседание. Что-то нам ждать экстраординарного? Зачем так резко собирать? Сейчас много слухов о том, что, то есть мы точно знаем, что Мантурова назначат вице-премьером, то есть он пойдет на повышение бывшего министра. А что ранее его думать собирать? Да, вот я и говорю, слишком мелко. Очень активно муссируются сейчас слухи, что Рогозин будет переставлен и станет новым куратором за оккупированной территорией в администрации президента, а Роскосмос возглавает Борисов, который в правительстве отвечал за ВПК. Насколько, на ваш взгляд, реально, и почему так развивается карьера Рогозина, которого, ну, казалось бы, это посмешечен, которым принято такое быть, которого ставят на показ, чтобы все над ним смеялись и за спиной делать какие-то страшные вещи. Почему его продолжают двигать, а это все-таки повышение с какого-то непонятного ведомства на целую должность в администрации президента? Ну, смотрите, что касается того, что ожидать 15-го. То есть сегодня у нас 14-е, завтра. Да, завтра. Я уже сказал выше, что это может быть все, что угодно, только не мобилизация и объявление войны. Утечки бы были, мы бы это узнали. А потом, а что это дает? Что это дает? Ну, объявил он войну, а сейчас он что делает? Шашки, что ли, играет? Ну, хорошо, это борьба дефиниции СВО, не СВО. В данном случае это имеет значение только для обязаловки, вот этой мобилизации, которую он, видимо, проводить пока не хочет. У него есть возможности, как пополнить личный состав, заставить, найти хоть пенсионеров, хоть уголовников. Поэтому пока это не критично. Какая-то биомасса для того, чтобы бросить ее прямо на фронт, у него есть. Он может напрягать по цепочке от губернаторов и заканчивая военковыми. Хотя те, конечно, последние менее дееспособны, потому что деньги нужны. Что касается, что там может быть? Ну, я не исключаю, что это могут быть какие-то решения по поводу правительства. Для чего собирать Думу для того, чтобы проводить в летние каникулы такое, ну, честно говоря, сложно ответить. Давайте дождемся завтрашнего дня. Но такого судьбоносного, что, конечно, как-то приводило ситуацию на новый уровень, но я пока не ожидаю, во всяком случае. Что-то может быть касаться Украины, как я уже сказал, это могут быть объявления референдов или одобрения, или заявления Думы, призыв Путина, значит, включить в состав России эти территории. Ну, опять же, можно это проводить, можно и нет. Так что лучше здесь дождаться, потому что ожидать от них можно все. Что касается Рогозина, я не верю, что его назначат вместо Кириенко. Кириенко в этом смысле фигура для Путина более подходящая. Она такая, знаете, не слишком смешная, публичная, в том смысле, что он не делает нелепых заявлений, больше помалкивает. Ну, воспитание, так сказать, все-таки не зря он в горкоме был колесом, старым секретарем, горьким. Что касается самого Рогозина, он по образованию журналистов, по-моему, у него международная отношения, журналистика. Ну, что сюда ждать? Ну, его можно бросить на канализацию, какая разница? У них аппарат по горизонтали, вообще никто не требует профессионализма. Мы давно видели вообще профессионалов в этой среде, вот кто это? Ну, с экономистами тут сложнее, да, они там каких-то очкариков, системных либералов из прежней Гайдаровской, Чубайсской команды берут, потому что, ну, кому-то надо финансами заниматься, вещь сложная. И то там, знаете, через одного профессионала. А в этой области хоть ракетами занимайся, хоть, не знаю, чем угодно, там, каким-то цифровым, цифровыми всякими реформами, там, любой служебной деятельностью вообще профессионализм не требуется. У них главный критерий, это принадлежность к органам, да, то есть КГБ, выход ЦУ, Рогозина, дядя Георгий Рогозин был генералом КГБ, значит, и папа у него, папе такой очень сомнительный, тоже из этой среды, да и сам Рогозин. Ничего себе, он всю жизнь стучал, кстати сказать. Поговаривать проблемы с лакоголизмом у Рогозина, я поэтому и думаю, могут ли доверить ему такую какую-то важную политическую направленность? Я никакого там без иронии, просто, ну, как бы не очень благонадежный человек в этом плане, активно поговариваю, те, кто его знает. Там многие спиваются, многие пьют, потому что, ну, как бы, одна часть, она без закалки и с возрастом она как-то погружается в это, да, потому что, в общем и целом, значит, это сиборитство, это гедонизм, он приводит к каким-то извращениям часто, выпивки там и так далее, уже не знают, что хотеть, да, почему бы не попробовать всякие пикантности в том числе, поэтому, ну, эту публику это никак не характеризует, там через одного такое, но, в принципе, я считаю, что они оставят на направлении Новороссии Кириенко, я сомневаюсь, что его заменят в качестве первого зама главы администрации, что касается Борисова, вы понимаете, как-то странно, его же сняли, зачем снять, а потом передвигать, снятие в связи с переходом на другую должность, ну, тогда сразу прям публикует указ и переводит на другую должность, зачем какой-то лаг делать временной, я так представляю, что скорее этот в опалу товарищ попал Борисов, потому что последние обстрелы и все, что связано с химарсами, оно, по-моему, свидетельствует о том, что ВПК просто все разворовано, что и так знали, но не до такой же степени, у вас есть что-нибудь, что противопоставить? Очень показательно здесь, знаете, эти придурки, там есть такой Сладков, Сладков, или Сладков его фамилия, вот, он у себя в телеграм-канале написал, ой, говорит, опять нас обстреляли, где руки, где жопа, все разлетелось, вы что-нибудь собираетесь, говорит, ВПК противопоставить этим химарсам, а что они противопоставят? Жопу твою противопоставить, Сладков, вот и все, поэтому на самом деле, что они противопоставят? Его нету ничего, технологический уровень нынешнего ВПК российского находится на самом низком, вообще, какой только возможен, они советскими разработками пользуются 40-летней давности, нет у них ничего, в этом главная военная тайна, потому что технологии, там, второй половины 20-го века в России, вот чего, и поэтому, ну, они всегда же ищут стрелочника, возможно, этого Бориса стрелочниками назначили, ты зачем всего украл? Ну, я же как все, ну, ты много украл, поэтому, нет, ты давай, мы тебя немножко потрясем, поэтому я не думаю, что, ну, я могу ошибаться, я не утверждаю, но я чисто интуитивно думаю, что этого товарища просто убрать. Кстати, у него рожа кончена, алкоголика у Борисова. Я очень уважаю его за то, что всегда, не стесняясь, вот как вот про кого что думаете, то и говорите, реально. А смотрите, а время-то какое? Руслан, Руслан, вы понимаете, тут раньше мы так как тактично, но как-то, я до сих пор не могу это все перебороть, но я, меня искренне восхищает, когда вот, ну, честно, без прикола говорю. Еще хотел спросить, как юриста и как человека, который тоже в том числе санкциями активно занимаетесь, интересуетесь, все то, что сейчас вводится против путинских олигархов. Вот сегодня пришла новость, Блумберг сообщает, что европейские чиновники были уведомлены своими юристами о том, что ряд российских олигархов имеют основания для того, чтобы быть исключенными из санкционных списков, в частности, Усманов, Мордашов, больше всего говорят про них. Насколько, на вас взгляд, реально, что вот сейчас на фоне войны пойдут на то, чтобы такую, ну, это очень имиджево большой провал, если было много разговоров, что мы накажем путинское окружение и сейчас против них санкции снять. Насколько это, на вас взгляд, реальный сценарий, реальность, которая может совершиться? Ну, смотрите, мы видим параллельный процесс, он заключается в чем? Вы видели, что Евросовет сказал, да-да-да-да, говорит, мы по железной дороге в Калининград что-то тут погорячились, вот, автомобильную-то мы перекрываем в соответствии с санкциями, а вот грузы, которые идут по железной дороге через Литву, ну, как бы через территорию ЕС в Калининград, давайте 80% тех, которые, в общем, запретили, заблокировали, все-таки разрешим. И как бы Литва так, ну, в общем, согласилась с этим. То есть, отдельные откаты назад мы видим. Ну, есть с Литвой, это действительно давление Германии, это не секрет, об этом писала пресса и так далее, там какие-то свои у них соображения, вот, плюс они не хотят до такой степени дразнить, ну, какая-то есть установка. Что касается персональных санкций, вот тут это, я просто других не вижу причин, это чисто лоббистские, вообще, усилия, вот, там наняты огромные, за огромные, даже безумные деньги лоббисты, британцы очень сильно, так сказать, компании, некоторые европейские, американцы в этом участке, хоть и говорят, что они должны отчитываться перед Госдепом, это действительно так, вложено в это совершенно неимоверный день, сотни миллионов долларов, фунтов, евро в это во все вложено. Но Усманов, насколько я понимаю, судится, он подал в суд в связи с его помещением в санкционном списке, то же самое сделал и Фридман, и Авен, и ряд других олигархов. Почему именно Усманов? Вы знаете, я вам скажу такую вещь, вот надо признать, что именно этот хитрожопый вот ташкентец, он же, понимаете как, он долгие годы, в отличие от очень многих, работал именно с британскими, с британским эстеблишментом и так далее, вкладывал невероятные деньги в ряд ведущих благотворительных фондов, музеев в Лондоне и так далее, то есть он и обретался все время в Лондоне, кстати, я думаю, что это срабатывает, вот вы знаете, это работает, мы видим, как это на глазах, вот Тейт там музей, он там другие, он же входил даже в какие-то советы музейные, то есть он правильно вложился в культурку, в культурку, он вот сам человек не образованный совершенно, но вкладывался в культурку нормально и мне кажется, там какая-то идет внутренняя работа лоббистов, которая, в общем, показывает, что он такой вообще, такой хороший, что он так много вкладывал, поговаривают, что и медаль у Муратова купил за 103 миллиона именно Усманов, я в это охотно, кстати, верю, и деньги, как вы знаете, переданы были беженцам, вот, возможно, это тоже бумажка с чеком, где эти деньги переведены были, как бы на аукционе, наверное, тоже была положена на какой-то из столов, я бы этого тоже не исключал, поэтому по сумме это может вести, во-первых, к разговорам о том, что будет режим санкций, вот такие отношения таких людей ослаблены, кстати сказать, публикации СМИ, это то, что олигархам по сей день не запрещено, то, что они вкладывают деньги в такие публикации в европейской прессе, в этом нет никаких сомнений, понимаете, поэтому, когда мы читаем об этом в европейской прессе, это тоже инспирация с их стороны, мнение, ну что бы что, ну не всех же вот так под одну гребенку, так что я думаю, что под этим основанием есть, посмотрим, как будут реагировать европейские структуры, как они будут судебной структурой реагировать, просто мы такое видели, когда посредством судов люди из этого выскакивали, это в основном касалось украинских олигархов, там был такой Портнов, бывший замглавы администрации при офисе президента при Януковиче, вот он, например, судом выиграл, его вычеркнули из европейских, правда он сейчас в американских оказался, я бы не исключал, что они могут просудиться и, кстати сказать, выпустить из каких-то списков. Ну раз уж говорим про хитропопых, Фридман сейчас переименовывается в Альфа-банк в другое название и делает так, что там как кэшбэк поступления идут на ЗСУ, в поддержку армии Украины, таким образом, тоже пытается со санкций скачать, показать, что вот я посмотрите, поддерживаю, а это работает, это может сработать, то есть могут на это повестись именно бюрократы, чиновники в Брюсселе. Вот непонятно до конца, непонятно до конца, потому что, с одной стороны, казалось бы, вы сказали А, говорите Б, ну а зачем вы тогда его вообще заводили под санкции, если вы просто берете и отыгрываете? Мы же помните историю, когда в свое время еще при, между прочим, Трампе, завели под санкции Виксельберга и Дерипаска, и по отношению к структуре Дерипаска потом был ослаблен санкционный режим. Да, там продляли лицензию, что могли работать, да, даже под санкциями. Да, да, помните вот эта телефонная книга-то знаменитая, вместо, значит, семи олигархов, которых требовали подвести под санкции, просто выпустили книгу, кого мы когда-нибудь где-нибудь при каких-то, значит, поставим, там, Мнучин как раз был министр финансов, вот, и вы понимаете, прецеденты-то были, и поэтому мы исходим из того, что, конечно, определенный алгоритм действий этих олигархов может привести к ослаблению режима санкций. Ну, а что они делают? Они, конечно, как бы изображают, что они там помогают беженцам, там, ЗСУ, там, у них, впрочем, Фридман сам родом из Львова, да, и, насколько я понимаю, он какие-то пытается вещи делать в Украине, не знаю, насколько успешно, понимаете, пресса это не отражает, пытается, чтобы его Украина сама как бы полоббировала, чтобы его не вносили в санкционные списки или попытались хотя бы смягчить этот режим санкций. Поэтому, ну, надо за этим смотреть, ну, просто для Евросоюза, если он пойдет на такое, на такой шаг отыгрыш, ладно, конкретно персонали, да, окей, они там, может быть, отменены будут санкции, выведены санкции, может быть, ослаблены санкции, но это точно сыграет свою роль по внесению всех последующих. Это затормозит существенно, потому что раз такая аргументация принимается, и раз европейские структуры способны пойти на попятную, это означает, что уж точно продолжать с нахлестом, с таким как-то расширением, санкционную политику они точно не будут. санкционную политику санкционную политику санкционную политику